Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня будем на одной из торговых площадок, представляющей нам для приобретения растения и новые решения мы с вами тоже сегодня обсудим. Дорогие друзья, я очень часто в своих сюжетах вам рекомендую, чтобы вы приходили покупать растения именно в осенне-зимний период, потому что в это время вы можете посмотреть на них, в каком они будут состоянии, в не очень благоприятных условиях, в состоянии покоя, в состоянии преддверия будущих весны и лета. Поэтому я вас приглашаю посмотреть на зимние растения в зимнем состоянии. Передо мной сейчас находится плющ кустовой формы. Все мы любим плющи, которые стелятся и ползут по стене. А эта форма у нас кустовая, он не превышает высоты полутора метров. Очень хорошо себя зарекомендовал. Хочу сказать, сейчас очень популярно в Узбекистане становится оформление точек питания зелеными растениями, живыми, не только искусственными. Так вот, хочу сказать, что на своем опыте я могу рекомендовать это растение как очень крепкое, выносливое, выдерживает затенение, выдерживает достаточно прохладное отношение сотрудников ресторанов к уходу за растениями зелеными. И я вам рекомендую приобретать этот плющ. Вот на площадках Узбекистана он уже присутствует. Вот это у него уже сформировались бутоны. Сейчас он вступает в фазу цветения. Здесь летают у нас пчелки, которые еще не успели лечь спать на зиму. Осы разных разновидностей. Со временем, когда уже произойдет оплодотворение, ягоды будут черного цвета. Это тоже определенное интересное решение, которое вы можете использовать у себя в ландшафте и в благоустройстве необходимой для вас территории. Конечно же, что еще важно в осенне-зимний период, что вы можете определить для себя. Весна, лето прекрасно своими яркими красками, насыщенными тонами. Ну а осень и зима, она, конечно же, становится более прозрачной, более приглушенной, более серой. И для того, чтобы сохранить какие-то цветовые решения или применить их для того, чтобы поддержать ваш участок в более ярком состоянии в этот период, конечно же, вы можете приехать на торговые площадки и уже в масштабе посмотреть, как у нас происходит изменение окраса листьев, окраса хвои, формы, как опадают листья. Есть растения, которые после того, как листья у них опадут, они также приобретают определенную красивую архитектуру ствола. Эта архитектура начинает выходить на передний план. И это, конечно, очень красиво смотрится в тех или иных условиях. Ну а здесь вы сейчас можете посмотреть. Здесь у нас темно-зеленые листья плюща кустовидной формы. Здесь дальше у нас аукуба. Она вечно зеленая, не листопадная. И, конечно же, в зимний период она своими яркими листьями радует глаз. На дальнем плане у нас уже идет фатиния. И вот эти цветовые решения вы можете посмотреть, забрать себе домой с удовольствием причем. Разножение этого плюща абсолютно идентично тому, который мы привычно используем в ландшафтном дизайне. То есть черенкованием, делением куста, отводками. Никаких проблем в укоренении с ним мы не сталкивались. Ну и, конечно, семена. Но семена вы будете очень долго ждать, когда у вас появится хорошее взрослое растение. Естественно, максимально быстрый эффект вы получите, если будете делать черенкование. Изменения в климате привели к тому, что мы уже спокойно можем оставлять аукубу на уличных площадках. Ее яркие желто-зеленые листья и достаточно обильное количество форм могут решить любые ваши желания, которые у вас возникли в ландшафте. Будь то это английский сад, будь то это восточный сад, аукуба уместна и в этой, и в этой ситуации. Расмножается аукуба как семенами, так и, конечно же, черенкованием. Черенкованием вы получите гораздо быстрее эффект, а семенами придется немножко подождать. Вот такие плотные кусты. Они хорошо отзываются на то, чтобы их производили чеканку. Обрезка здесь не получится. То есть классическая стрижка механическими или электрическими инструментами. Потому что листья крупные, и когда вы машинально режете, то листья будут повреждаться соседние, и эстетика потеряется. Вот можете здесь заглянуть вовнутрь, мы с вами можем увидеть плоды этого растения. Цветение у нее будет сейчас, где-то в феврале. Цветы не очень эффектные. Самое эффектное у этого растения, это, конечно же, ее листья. Можно ее устанавливать и в прохладных помещениях, и также можно ее использовать в ландшафте. Не капризные, почвы любят легкие, тренированные. И, конечно же, на первый план в осенний-зимний период у нас выходят хвойники. Радость от их цвета, конечно, непередаваемая. И я вам сегодня могу показать те растения, которые я очень люблю использовать в ландшафте. И советую вам, потому что вы получите беспроигрышный вариант. Вот здесь у меня на переднем плане можжевельник средний. Чем он отличается от других можжевельников? Направлением хвои и ветвей вверх. И легкое отклонение. То есть он очень хорошо держит вот такую звездочатую форму. Насыщенный зеленый цвет, который сохраняется и в зимний, и в летний период. Он выдерживает прекрасные высокие температуры, наше отсутствие и присутствие влажности в воздухе. И, конечно же, он неприхотлив. Неприхотлив к почвенным условиям, неприхотлив в уходе. Что еще с ним необходимо, тоже вам для кого-то это может быть очень важно. Он очень хорошо отзывается на формирующую обрезку. Если вы хотите придать какие-то формы, например, в виде тюльпана или в виде какого-то изощренного бонсая, он вполне хорошо оправдывает все необходимые усилия, которые вы будете в него вкладывать. И будет он, конечно же, вас радовать своей зеленью и своим габитусом. Хорошо реагирует на подкормки, хорошо реагирует на заботу при посадке. Но если вы новичок в этом деле, то и в этой ситуации он хорошо отзывается на те процедуры, которые вы сделаете. У него высокий иммунитет к заболеваниям и вредителям. Мучнистый червец пока его еще так сильно не атакуют, как некоторые другие более компактные формы. Ну и, конечно же, ваш небольшой уход даст возможность ему развиваться максимально эффектно, радуя вас и ваших близких. И сейчас я, конечно же, вам очень хочу представить, немногие его знают, это можжевельник мунглоу. Казалось бы, можжевельник, мы привыкли, что он колючий. Это тот вид и сорт можжевельника, который обладает вот такими веточками, практически похожим на кипарис. Рядом со мной находится, сейчас я вам покажу, кипарис аризонский. Вот он, малыш. Через пару лет будет красавец. И, конечно же, если вы ищете вот именно фактуру хвои и веточек в виде кораллов вот таких вот, то, конечно, можжевельник мунглоу это прекрасное решение. Посмотрите, как он изящен, ну такими красивыми кружевами формирует крону. Растет очень медленно. Именно поэтому, я думаю, и связано то, что он не очень сильно популярен и не очень много представлен на торговых площадках. Потому что это очень маленький прирост. Если вы посмотрите, то вот буквально чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть это годовой прирост. А мы, конечно, все хотим побыстрее, побыстрее. Потому что, допустим, у этого кипариса прирост уже составил вот столько. Видите, да? То есть кипарис аризонский, вот у него здесь вот был узел, и вот это его годовой прирост. Но терпеливый любитель сада, конечно же, дождется, когда из этого маленького-маленького растенецы сформируется красивый, красивый взрослый можжевельник. Он также очень хорошо устойчив, у него хороший иммунитет, он устойчив к заболеваниям, к вредителям. Не боится наших палящих солнечных лучей. Что нужно еще в уходе за этим можжевельником? Нужно вовремя убирать конкурентов. То есть вот такие ветки, которые, вот смотрите, вот это вот уже у нас конкурент. Он будет конкурировать, и если мы его неправильно будем вырезать, то у нас будет загущение. И в результате этого загущения могут возникнуть неприятности с возникновением популяции вредителей. Поэтому мы вот эту ветку, и я вам рекомендую, то есть пока еще молодое растение, ее нужно своевременно отсюда убрать. Побеги замещения уже заложились. То есть когда мы уберем эту веточку, они достаточно быстро за сезон восстановят нам образовавшуюся пустоту, и растение будет здоровым, качественным и радовать глаз. Еще один мой фаворит – это кедр атлаский. Посмотрите, какая у него узкоколоновидная форма. Вот такие мутовочки он образует. Голубоватый оттеночек. Это все очень интересно смотрится на расстоянии. То есть когда у вас есть возможность его габитас увидеть со всех сторон. И с учетом того, что у нас участки не всегда большие, не всегда позволяют крупномерные растения выращивать, кедр мы с вами здесь можем увидеть. Вот потенциал, допустим, деодората. Посмотрите, какой у него потенциал. И он будет очень много места занимать у вас на участке. Но если вы хотите небольшой, компактный, красивый кедр, то вполне себе это можете себе позволить вместе с кедром Адриатика, который у нас здесь на площадке представлен. У него красивая голубая форма. Хочу сказать, что эту зиму он себя провел очень хорошо. У него иголочки повредились морозом, но они восстановились. То есть если у вас не продуваемый, не без сквозняков участок, он очень хорошо себя повел и выдержал все наши перипетии. И первые два года мы его закрывали для того, чтобы он адаптировался. Связано это с тем, что в маленьких участках очень много поверхностей отражения тепла. Это заборы, это стекла, это какие-то могут быть еще архитектурные формы, которые отражают от своей поверхности тепловые излучения. И это может привести к тому, что растение может получить тепловые удары. Поэтому мы его первые два года укрывали. Уже два года на зиму мы его не укрываем. Какие проблемы могут еще возникнуть? Ну и еще из-за того, что вот смотрите, мы здесь можем обратить внимание, в пазухах скапливается старая хвоя. И эта прекрасная ситуация складывается для того, чтобы здесь у нас завелись такие вредители, как мусица-червец. То есть в эксплуатации вы должны за этим следить, чтобы у вас мелкие ветки, пострадавшие вот здесь уже от каких-то воздействий своевременно уводили, чтобы не скапливались вот такие кучки иголок и остатки растительные какие-то еще, то есть от веточки мелкие. Вот это все нужно вовремя убирать. Обработка все теми же препаратами, как и мы работаем на всех хвойниках, в зимнее, летнее и в осеннее, теперь уже и осеннее, во все периоды, то есть 12 месяцев в году мы контролируем популяцию вредителей. Осматриваем в течение всех сезонов и в своевременную производим уработку. А так он вполне себя хорошо чувствует на наших объектах. И рекомендую вам его к использованию. И не могу не представить вам такое растение, как колоцедрус. Посмотрите, какой это красавец. У него настолько красивая хвоя, пестрая, настолько она выразительная, что я до сих пор не могу понять, почему он не пользуется популярностью у садоводов-любителей и у ландшафтников. Уже даже на него 20% скидки в торговые площадки представляет. Прекрасное растение. В маленьких садах он себя держит очень комфортно. Не разрастается больше вот этого радиуса, где-то сколько здесь у нас получается, радиус метр. Его легко можно формировать. То есть вы можете со временем, если у вас нужно, чтобы нижний ярус был свободен, нижние ветки можно убирать и формировать его в качестве зонтика, в качестве шарика на штамбе. То есть он очень пластичный, красивый, выдерживает наши высокие температуры. Даже непрофессиональный уход они прекрасно выдерживают. Поэтому настоятельно вам рекомендую, приобретайте пока хорошие скидки. А с вами была Расанна Ставчанская. Увидимся в следующем сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok